Итак, ребят, всех приветствую, всем ку. В этой серии, наверное, мы больше порассуждаем, поразговариваем с вами. Хотя я буду разговаривать сам собой, так что как-то так. По поводу игрульки, что тут буду дальше делать, что не буду. И, кажется, что я понял для себя. В общем, на начальном этапе, на данный момент, в принципе, дальше строиться, то именно расширяться куда-то я не вижу. Ну, то есть, вот этого мне хватает всего с головой. Сейчас объясню, почему. Из-за того, что все вот эти вот... Дай залезть. Все вот эти, конечно, батареи, солнечные аккумуляторы, это все хорошо, но ветрогенераторы, в принципе, не справляются со своей работой. Нужны... нужны другие. Нужна другая солнечная панель, нужны кабеля нормальные устанавливать. И нужно по-другому это все размещать. В принципе, для начала, то, что я стартанул, мне этого хватило. Но у нас есть тут такая штука, как торговец. И вот ему нужно очень много энергии. Больше там 5000, по-моему, он потребляет. И мои ресурсы с этим не справляются. Так что, в принципе, на данном этапе здесь постройка закончилась. Я буду добывать ресурсы и где-то, может, в той стороне буду строить себе основную базу огромную. Не из обычного металла, а, я думаю, из стали. Да, примерно плюс-минус из стали, и я там все буду делать. Так, что мы тут сегодня наделали, что мы не делали, и что я хочу делать в дальнейшем. Построил я себе печку, продвинутую нашу, улучшенную печечку для сплава. Сплав мне нужен был, сейчас, как же он называется, как же он называется, сейчас посмотрим. Вот, вот это вот. Инконнеля, инконнеля, инконнеля. Короче, вот для вот этого вот сплава инконнеля. Нужна была улучшенная печка, потому что в обычной вот такой ты ее не сделаешь. Так что пришлось себе строить. Если я знаю, делают люди ее автоматическую, что ты просто закинул сюда руду, к примеру, а она сама там высчитывает себе всю температуру и делает. Но мне этого не понадобилось, так как я, если делаю, то я делаю сразу там сотню-две этих инкелей, и, в принципе, дальше не заморачиваюсь. Так, где, 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 что я хотел? Что я хотел показать? Если кому-то будет интересно, что у меня тут находится, давайте сейчас разберем стеночку какую-то одну и покажу. В принципе, вот наша печка улучшенная. Здесь у меня идет... Вот, обычная вентиляция. Это на выдув. Ну, когда нам нужно, к примеру, немножко температуры меньше сделать. Я нажимаю вот на вот эту вот шестереночку, по-моему, если ошибаюсь. На верхнюю, на выдув. И отсюда она у меня выходит. Нижняя, это подача, получается, топлива. Здесь у нас стоит... Дай, сейчас, как тебя убрать? Как тебя убрать, как тебя убрать? Сейчас, секундочку, мы уберем. И покажу, как у меня здесь все находится. Здесь, получается, идет подача нашего топлива. Стоит изоляционный бак. Здесь у меня находится... Это, как его измечитель льда. Я сюда кидаю... Так, его оксид, по-моему, да? Синий и красный. В принципе, пропорции можете... Не знаю, я любые сюда кидал. Мне, по-моему, два того, два того закинул. Все, включили, перемололи, оно попало в бак хранилище, а потом поступает вот сюда, в печечку. Здесь выдув. В принципе, ничего сложного. Так, давайте посмотрим, какая-то температура тут. 579. Вот, запускаем печку. Набуваль на 60. И температура начала расти. Ну, как вы видите. Все. Опустили. А это на выдув. И у нас сейчас будет температура понижаться. Сверху пошло. Потихоньку, постепенно оно будет его выдувать. Можно, по-моему, даже поставить пару таких. Видите, какие вытяжки. Будет быстрее опускаться температура. Ну, у меня, в принципе, все устраивает. Так что, с этим закончили. Так. Закрыли. Выключили. Здесь прием. Здесь выход. Все. Все, как говорится, все очень-очень просто. Так. Закрыли. И закрыли. Идемте, поменяем батарейку. Идемте, поменяем батареечку. Ну, это закрыли, это закрыли. Это мы запрятали. В принципе, по большому счету, вам эта печка так сильно часто и не понадобится. Я плавлю и на обычный, на вот этой вот. Раскачарил на полторы тысячи. И давай слитки делать. Это только для таких вот сплавов. Например, для припоя, для Константана, Константана и для Январа. Или Январа, не знаю как. Как правильно ударение сами, как говорится. Решайте, если что, напишите мне в комментариях. Так, водичка. Водичка у меня вроде еще есть, да? Где? Да, водичка у меня есть. У меня водичка с головой. Все, запрятали, запрятали. Демте, покажу свой маленький огородик. Не стал снимать, как я делал огород. Потому что это, в принципе, не имеет смысла. Я здесь тут замудрился и кондиционер поставил. И вытяжку сделал. Все тут. Бак с водой присобачил. Тут лампы и все, получается, включил для растений. А, ну, в принципе, и не надо. Изначально, если вы захотите себе сделать, не знаю, там, помидорки, огурки, все остальное, то вам хватит и вот такой вот комнатки маленькой. Главное, чтобы здесь была температура 20 градусов. И иногда нажимайте на баллон. Вот, газовый баллон. Где, с кем вы дышите, углики, замазан. И открывайте. Потому что... Картоси, помидорки и все овощи любят. Так, вот и грибы поспели, да? Да. О, семена грибов. Хорошо. И обычные грибочки. Так, эти мы сажаем. Сюда. Ставим в холодильничек. Вот, смотрите, я насобирал. Все. Закрываем. Я не знаю, сколько в холодильнике они хранятся, конечно, по времени. Не знаю, сколько в холодильнике они хранятся. Так что... Давайте... Посадим. Здесь у меня были, но здесь она что-то либо пропала, либо я не знаю, либо мне нужно удобрение. Но, зато у нас с вами есть теперь грибочки. Грибочки, грибочки, грибочки. Где у меня грибы? О, теперь у нас две штучки с вами их есть. Ага, идемте. Идемте, поменяем баллон. И вернемся опять сейчас сюда. В конце серии, наверное, я уже построю себе... Это как его? Добычу руды автоматическая будет добываться. Хочу проверить, как она еще. Стоит оно того, не стоит. Или можно, в принципе, обойтись и в ручном режиме. Так, меняем газовый баллон. Включаем, заполняем. Что тут по поводу кислорода? Ну, еще лет на пять нам этого всего хватит. Так. Закройся. Сюда свет не стал подключать. В принципе, мне не впадло, как говорится, и ломиком это все закрыть. Так что, по поводу вашего огорода, то... Взяли одну картошку у вас. Изначально есть там семена картошек, помидоры и все остальное. Взяли одну картоху. Посадили. Из одной картохи выросло три. Три посадили, к примеру. Так, все. Из одной выросло три. Три посадили, у вас потом будет шесть. Иногда семена выпадает, иногда просто картоха. Закинули в холодильник и все шикарно. Я не знаю, конечно, сколько оно в холодильнике хранится. Я вот так вот чисто ради эксперимента провел. Вот единственное, что у меня... У меня семян помидорок нету, но... Будет торговец. Не знаю, в какой серии мы построим с вами... Это как его посадочный модуль, либо посадочную станцию, либо как оно правильно называется, и будем вызывать с вами торговца. И там у него, в принципе, тоже должны быть и семена, и разные материалы. Что бы я хотел, наверное, у него заказать, это... Наверное, яйца. По-моему, из яиц мы сможем с вами выращивать, как и у курочек, цыплят выращивать. Если я, конечно, не ошибаюсь, то хотелось бы попробовать вырастить каких-то животных на Марсе. Но это будет делаться, я же говорю, где-то в другом месте, явно не здесь. Так, что по поводу... По поводу батареи и аккумуляторов. Вот эти вот провода вообще не справляются. Нам нужно будет усиленные провода ставить. Ветряные мельницы. Да, но когда есть шторм, либо когда есть хороший ветер, либо когда есть... У нас, получается, здесь идет шторм. Так, в принципе, они бессмысленные. Вообще никакой энергии. Может, конечно, если там на один холодильник, либо на какую-то одну штуку поставить, ее, в принципе, будет хватать. Но вы сами видите, что... Еле-еле душа в теле. Я, конечно, их разбирать, ломать не буду. Я перенесу их потом на свою основную базу. А может и не перенесу, может, здесь-то оно таки останется. Я здесь просто буду заниматься всеми работами, добычей ресурсов. А на той основной базе будем делать что-то другое. Довыращивать животных. Картоху, помидорки и жить себе припеваючи. Так, что еще новенького? Ну, увидели, да? В прошлой серии у меня была тут центрифуга. Она такие есть. Сейчас я выключу ее, чтобы она сильно громко не кричала. И добыча ресурсов. Ну, вот такая вот. Тут постепенно грязная руда выпадает. Здесь через центрифугу мы делаем ее чистой. Так, ага, упал. Делаем ее чистой. И когда, к примеру, мы закончили делать ее, открываешь и выпадает вот такая вот. А я хочу сейчас поставить себе автоматическую, получается, шахту. Одна будет бурить колу прямо, а вторая вниз. Вот я себе их наделал. Вот такие рудокопы. Две штучки. Потом мы их установим. И плюс все еще наделал себе компьютер, спутник, тарелку, что тут еще, склад, чип связи. Это, чтобы, кажется, призвать к нам нашего, это, как его, торговца. Ну, если делать, то там нужно большую площадку делать. Я знаю, что там, получается, и самолеты могут огромные быть. И нам нужно будет штук 20 или 30 вот такие делать. Это какие-то взлетно-посадочные полосы. А здесь нету где. Так, что я еще сделал? Зачем я, в принципе, устанавливал себе печку? Чтобы сделать в себе вот такие вот вот такие вот очочи. Такие вот прикольные, прекрасные очочи. Для чего эти очочи нужны? Для того, чтобы, когда мы их включаем, сейчас я ломик, помку запрячу. Когда мы их включаем, давай я включить, с вами видим, где находится руда. Ну, тупо читер. Проверяй. Хаскер читер. И нам будет, как говорится, с вами удобнее этим заниматься и вот это копать. Видите, если, к примеру, вот как выглядит у нас это, как его кремний. Вот сколько у нас здесь кремня, сколько этого газа и так далее. Вот, то есть, упрощает нам работу, потому что, когда мы включаем и видим здесь кремень, и ты без понятия, куда он идет. Ну, то есть, он может либо туда пойти, либо в правую, либо вниз. А так, очоче включил. Взял в руки где эта штука. Вот. Взял в руки. Да давай ты, закройся, пожалуйста. Вот. И пошел борить себя. В эту сторону, в эту сторону. Так что. Прикольная штука. Ну, я, наверное, их делал только ради того, чтобы, к примеру, добывать себе воду искать. Ну, реально упрощает. Ты знаешь, куда идти. По поводу автоматической... Сейчас я выключу. Автоматических вот этих рудокопов. Они, по-моему, даже газы добывают. Летучие. Ну, то есть, воду, лед и все остальное. И когда оно выпадает, я не знаю, будет ли оно таять. Здесь, по идее, оно должно таять. Так. Где это было? Где эта штука была? Дай сюда. Где-то было. По идее, оно должно все таять. Я вот думаю, стоит ли мне делать отдельную комнатку? Просто здесь поставить рудокоп. Когда оно будет, к примеру, вся руда выпадать, здесь поставить маленькую просто комнатку. Выкачать отсюда весь воздух. Сделать такую минусовую температуру, чтобы оно все поступало в эту комнатку. Чтобы газы все наши, как говорится, изначально не таяли. Так. Полежи здесь. Здесь есть такая прикольная штука, как... Где оно? Такие, извиняюсь за беспорядок. Такая прикольная штука. Как же она называется? Где ты, где ты, где ты? Как-то рефрижератор или что-то типа того. О. Ну. Где ты, где ты, где ты? Покажись. Короче, здоровый большой холодильник для льда и газа, который ты можешь хранить, а он у тебя не будет таять. Ну, то есть, к примеру, вы там накопали себе стак воды, и чтобы не заполнять бочку, вот там уже переполнишь, не взорвалось. Можно тут хранить, в рефрижераторе. Только я не помню, как он называется. А, вот. Большой рефрижератор. Вот эта вот штука. Правильно? Да. Вот здесь вот такая огромная хрень, и тут можно будет хранить. В принципе, я не знаю, сейчас посмотрим, хватает ли мне на него... на него всего. Мы сейчас даже с вами сделаем и посмотрим, как оно выглядит. Потому что я когда на базу буду на следующую переезжать, ночки у нас есть. Я знаю теперь, где находится у нас вода и все остальное, то можно там будет накопать себе и хранить, чтобы не бегать по 300 раз. Так, золото, сталь, электриум. Не, не сможем сделать, потому что у нас не хватает электриума, да? Здесь ничего у нас больше нету. слиток железа. А как у нас электриум выглядит? Такие, извиняюсь, как у нас выглядит электриум. Дай посмотреть. Так, электриум. Ага, понял. Мы сейчас его с вами не сделаем. Жалко. Ну, ладно, в следующей серии надо будет наделать себе материалов. Вот этих сразу где-то по соточке, по две, чтобы больше не париться. и поставить уже... О, здорово. А ты что тут? Лежишь. Надо будет поставить на своей базе для хранения. Да. Так, закрыли. В принципе, с этим разобрались. Да, у меня здесь тоже беспорядок. Не обращайте внимания. В принципе, разобрались. Я думаю, что нужно будет накопать меди много и сделать вот этих вот от этих вот проводов. Вот моток силового кабеля. Плюс нужно сделать будет большие, огромные солнечные панели. Солнечные панели. Где-то тут. Где-то тут у нас и солнечные панели. Большую, большой, получается, такую большую батарейку. Потому что вот это вот моя маленькая. В принципе, чисто для одного холодильника. А там именно большие наделать. Они нам понадобятся для того, чтобы торговец спокойно ему прилетать. Потому что там нужно около 8, 10, 5, ватт, как говорится. Так, сейчас где-то. Вот мы сейчас через трансформатор выдаем с вами 2000 ватт, а там понадобится нам около 5,6. Так что, так что как-то так нужно будет переделать это все и переносить. Ну что, давайте, наверное, попробуем сделать добычу, добычу наших ресурсов. Вот эти две штуки. Я даже не знаю, наверное, где-то здесь их установим. Просто когда я сейчас установлю и машина начнет работать, она будет вырезаться, получается, в породу. Вот так вот. И будет тут огромная дыряха. И так же самое она вниз будет идти и примерно где-то вот такая вот дырка и будет. Так что давайте посмотрим, куда бы его так бы установить. Так, это идет у нас вниз. Да, это вниз. У нас сейчас будет бурить его. Где у нас электричество подключается? Еще надо будет посмотреть. Блин, может так его тут и подключить? На крайняк посмотрим. А давайте попробуем. Давайте здесь сделаем. Так, стой. Ты у нас будешь смотреть. Дай посмотрю, как ты выглядишь. Ага. Ты у нас вниз будешь сейчас тут копать, а рядышком возле это был бы, да? Да. Давайте раз и... А ты будешь у нас идти вдаль вот сюда. По-моему, вот сюда будешь идти. Да. попробуем тебя тут остановить. Бум. Да, машинка будет вот так сейчас вот так копать. Так, для этого нам, по-моему, еще нужны листы стали. Если не ошибаюсь, чтобы закончить. И что-то еще. Да, из-за чего будет серенькая, это серенькая, серенькая, беленькая, серия маленькая. В принципе, здесь еще не хочу строить из-за того, что нужно переезжать. Нужно устанавливать себе стальные стены, стальные каркасы, окна, делать нормальную проводку, делать нормальные батареи, но для этого нужно очень много фарма. А здесь у нас будет чисто добываться ресурсы, и будем приезжать в гости, как говорится, провидывать наши помидорки. Я просто даже не знаю, где бы выбрать место, где бы построиться. Так, давайте выше поднимемся. Да, прогрессовка, конечно, у меня на ультрак стоит. Я знаю, где-то может в ту сторону, далеко от этой базы, где-то может вот тут вот так и пойти. Надо будет выбрать место для посадочной взлетной полосы, для самолетов, чтобы нам и горы не мешали, и мы себя нормально очухали. Нужно будет где-то там выбрать. Так что, давайте смотреть. Так, электронные... Ага, ага. А мы, по-моему, их делали, да? У нас, по-моему, они есть. Да, электронные компоненты у нас с вами есть. Хорошо. Так, пока месяц сюда. Давай сюда. Ага, ломик. А что у нас тут ломик делает? Так, мистер ломик, и... Ага, все. Идем тем. Так, дай пройти. Так, электронные, электронные, ну... раз. Ага. Стой, куда ты залез? Неужели ты сильно низко опустил? Так, что тебе надо? Ага, не, нормально. Так, все. Ну, дай, дай пройти. надо и пройти не сильно или низко. А где ты у нас подключаешься к электричеству? Надеюсь, что где-то вот здесь. Так, что тебе нужно лишь железо, а тебе лишь железо. Тоже лишь железо, да, нужно? Давайте смотреть, есть ли у нас лишь железо. если нет, то сейчас наделаем, ничего страшного, как говорится. У меня нету. Ладно. У нас вроде есть пока мы еще чуть-чуть металла. Сейчас сделаем лист с железом. Так, два. Там же много не надо, да? По одной штучке? Или поскольку? Ага, два из трех, а тебе а тебе два и хватит. О, а вот и буря началась. Вот про что я говорил. Так, сразу берем ломик и закрываем ту дверку. Вот при такой вот буре, вот видите, хорошо крутится. Не знаю, будет видно, не видно. Идемте на уличку. Так, идемте на уличку, посмотрим на наши ветрогенераторы. Во. Вот это я понимаю, вот это вот скорость, вот это вот хорошо. Если бы они постоянно так бы крутились, цены бы не было. Так, что нам осталось? Нам осталось сделать еще три штуки. Пока суть доделая. Давайте закончим. В принципе, здесь они недолго идут, эти штормы. Так, листали. Сталь у нас тоже есть. Шикарно. А тебе тоже шикарно. Все, закончили. закончили. отлично. Наверное, проводку мы проведем вот сюда и сюда. Вот так. Блин, как же оно дует. Как же оно дует. Просто just дует. Ничего страшного, мы сейчас поменяем батареек. Батарейка у нас с вами много. И да, надо будет как-то сделать себе как же оно называется. Там есть у нас еще одна батарейка. Где наша батареечка тут? вот ядерный аккумулятор. Что-то для него нужно. Сталь. Ага, надо бы попробовать его сделать. Блин, я не знаю. Наверное, пока давайте проложим проводку. выведем ее куда-то. Худоп ее так бы вывести. Так, где у нас тут выход? Где у нас выход? Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, дайте посмотрим. так, это отсюда выходит и ага, вот сюда окей. Тогда проложим вот сюда и так, мне нужно в руки взять кусочки. Так, раз, два и повели. я не знаю, слышно ли меня не слышно из-за этого шума, но надеюсь, что будет слышно. Так, что давайте проведем проводку. вниз. Вниз. Ага. Ага, ага, провел, проверяй. так, давайте так значит как-то его поведем. да, знаю, может некрасиво, но мая еще мая оно. Так, вид пусты. Дай сюда. Ну. Все, умничка. Давай ведем сюда. Все равно потом либо переделаем, либо либо оно таки он и будет. Не знаю, нужно ли сюда подключать. Давайте подключим на всякий пожарный. И повели вот так вот сюда. Не-не-не. Ну, дай вот сюда. Ага, провода закончились. Ничего страшного. У нас вроде еще где-то тут есть. Да. Надо будет потом это все поубирать. Ну, зная себя, оно так дальше там лежать и будет. Скажем так, это у меня маленький творческий беспорядок. У меня такое должно быть. Когда везде чистенько, но где-то маленькая часть помещения должна быть просто захлоплена. так, давайте зайдемте пока месь внутрь. Закончится сейчас шторм. Я надеюсь, он быстро закончится. Мы посмотрим, как работает наш автоматический рудокоп. так, пока месь выключить, пока месь выключить. Давайте попьем водички. Блин, я реально надеюсь, что здесь можно будет выращивать животных. Нужно будет как-то попробовать этим заняться. Так, что по поводу моих растений, что они тут растут? так, все, полный вакуум и сразу тишина. Блин, как же я обожаю. Все, и звук пошел. Так, растешь, а вот и картофель поспел, Да, отлично, две штучки есть. Одну сажаем, а одну пока месь в холодильничек. как раз заодно и проверим. Так, сколько у меня помидоров, три штуки есть. Как раз заодно и проверим, сколько оно будет храниться в холодильнике. Я, конечно, хочу с помидорок потом сделать себе томатный суп. Для этого нужно, по-моему, пять вяленых помидоров, одна банка. и вот на этой штуке можно будет ее потом приготовить себе. А у меня пока месик сколько? Три штучки, да, по-моему? Да, три штучки. Нужно будет еще две помидорки и попробовать себе супик сделать. Так, растет, растет, помидорки вроде тоже растут. Давайте добавим чуть-чуть. Вот так. Проверим температуру. Сейчас, секунду. в чем проблемка? Ааа, батареечка села. Батареечка села. Хорошо. Давайте сделаем вакуум. Во! Отлично. Как вы знаете, в вакууме звуки не распространяются. Так что да, так. Все. Иди сюда. Давай вставим тебе батарейку. Блин, не хотелось конечно тебе вставить эту. Ну, ладно. Дольше прослужит. Идемте посмотрим, что у нас там по поводу температурки. вставим. она должна уже скоро закончиться. Как раз займемся нашим огородиком. Так. Дай сюда. Дай сюда. Так что, по поводу температуры 27 градусов. Ну, в принципе, нормально. Можно, включить себе кондер. Если я здесь и кондер наделал, и то есть поставил. Она, в принципе, здесь и не надо. Так, кондер поставили. Я всегда держу температуру около 20 градусов. Плюс-минус выше не даю подниматься. Так, СО2 у нас тут мало. Во, хотя бы вот так. Просто растения съедают СО2 очень быстро. И с этим тоже нужно будет как-то подумать на следующей базе, когда я буду устанавливать. Блин, единственное, что я не знаю, если когда я снимаю бочку с резервуара, отсюда же вода и жидкость не вытекают же, правильно же? Потому что у меня почти полный бак. Когда я его буду переносить, а я отсюда буду переносить некоторые вещи на новую квартиру крисо себе, то не взорвется ли она в очередной раз. Я понимаю, что здесь, в принципе, нету чему взорваться, но как вы видели по моим роликам, то я по два, по три раза делаю бодобумы засереваю. пусть пока мискондер наверное поработает, да? Опускается я температура, да, пусть чуть-чуть поработает, потом я когда буду тут бегать, я потом его выключу. Все, вроде ураган и шторм закончился. Давайте, давайте смотреть, как работает наш роддокоп. Так, коробокоп. Так, все, тут позакрываем и смотрим, 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 все. Так, ну, хватит, лестничка, хватит. Так, ага, все, вроде правильно, вроде правильно, вроде все, отлично. Ну что, поехали? Так, дай, дай зайти, ну, ну, дай зайти, ну, пусть иметь. все. Первый поехал, сейчас давайте посмотрим, как эта штука работает. Ага, прикольно. А шо? Шо не так? Шо хочу? Левиа оса. А мне? Вигардио левиа, понял. Так, эту штуку может надо тыркнуть. О, о, пошло. пошло дело. Идемте, посмотрим. Все, давай. Ля. Та, ты шо, я бы такую яму где-то часа два, наверное, копал бы. Все, понеслась. Так, главное теперь не упасть в эту яму ночью. Ага, стой, 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 единственное, что я не сделал, здесь не провел, получается, транспортные трубы. Да, в принципе, я думаю, и не надо. Я так чисто полюбопытствовать, как оно и что тут делает, чтобы посмотреть. Как раз посмотрим, если мы сейчас как раз газы будем с вами добывать, лед либо воду, то будет ли оно тавить, когда оно выпадет. Блин, я не знаю, это надо ставить в определенных местах или, в принципе, можно без разницы. Я поставил, там он и копает. А давайте посмотрим, у нас же есть очки, да? вот, есть. В принципе, неплохо, в принципе, скоро должно дойти. А что у нас белое? Это не вода? Случайно. Случайно мы не воду сейчас будем добывать. Так, что тут написано? Так не то. Дай. Дай-ка мне мой бур. Давайте посмотрим, что это такое. Ага, да. Это у нас лед. Нет. А, это кремний. Все, мы кремний сейчас будем с вами добывать. Это получается только чисто кремний, да? Блин, дыр наделал у себя здесь. Не люблю такое, я люблю, когда ландшафт ровный. А вот эти все дырки, конечно, меня, да. Ага, все, докопал, да? Надеюсь, сейчас будет тут не только кремний, а будет что-то еще. Давайте смотреть. Во, неплохо. Серебряная руда. Ля, серебряная руда. А какая серебряная руда, если здесь кремний должен быть? Странно, странно. Либо я что-то не понимаю. Либо да. Ну, за раз у нас сколько? Ля. 48 серебра. Ну, в принципе, нормально, правильно? Я думаю, отлично. Здесь еще транспортную трубу провести куда-то в эту вот... О, еще один. 50 даже. Даже. 60. Ты что? Куда-то сюда транспортную трубу вывести. Здесь сделать либо воронку, либо комнатку можно и собирать ресурсы. Так, ладно, давайте, наверное, эту пока мечтуку мы отключим. Мы поняли, как она работает. Все, молодец, умничка. Давайте посмотрим, как эта штука у нас работает. Так, поехали. Да ты шо ля. Это как такая машинка была. Помните, фильм был «Вспомнить все со Шварцем». Там тоже такая была. Так, давай-ка полежи, пока мы здесь. Идем, посмотрим, насколько далеко она может заходить. Я так понимаю, лучше, наверное, ее ставить впритык где-то к горам и устанавливать там эти, как его батареи. Чтоб она вот такие вот канавы не делала. Ну, ладно. Так, идем, где проследуем. О, водичка, да? Блин, единственное, что я не могу понять, здесь находятся двое вида льда. То есть, один лед выглядит вот так, синим. Просто написано здесь. Сейчас покажу, где оно. так, не то. Нужно сделать вот так, чтобы оно можно было бы собрать. Вот. Ну, тут, в принципе, тоже написано, что это лед, айс. Только с этого льда, я не знаю, по-моему, у меня вода не добывалась или добывалась. И есть же такой же самый лед, только белый там написано просто вода. В чем отличие между вот этим вот льдом и белым льдом? Вот это мне вот интересно. Потому что, по-моему, вот этот, когда я добавлял, то вода с него не шла. Ну, либо я в чем-то не понимаю, не разбираюсь. Так, долго ты там будешь копать? Или ты назад уже отправляешься? А, ты назад уже ешь, ё-моё. Всё-всё-всё-всё, понял-понял. Давайте посмотрим. Блин, ну, наверное, таких машин надо штук так 20 в ряд выставить, да? Чтоб они вот так просто выровняли нам все участки здесь. И тогда будет, наверное, какой-то толк от этого. потому что за это время, пока месь она копает, я бы уже, наверное, вручную с помощью очков с помощью очков уже, наверное, накопал бы себе всё, что мне надо. так, шо это? Вот, два, ага. Так, давайте посмотрим. Говорится, делай дыры, так делай дыры. Да, это наш кислород. А вот, по-моему, где-то наша вода, да? Или это тоже кремний? А, это кремний. Блин, а как же вода выглядит? Так, ладно, сейчас посмотрим, что нам машинка наша привезла, и сходим, я вам покажу эту воду, может, вы знаете, напишите мне в комментариях, в чём разница. Ля, ты медленный. Так, давай. Давай мне чего-нибудь очень много и очень вкусно, чтобы было. бум. О, лёд. Вот, начинает таять, да? Да, вот. Ага, кремний и медь. Вот, видели, что лёд выпал? Я начал таять, ну, то есть, когда ты его так вылаживаешь, он начинает поисчезать. Для этого, наверное, можно сделать вот такую вот вакуумную комнатку, небольшую, к примеру, тут 3х3, поставить шлюз, выкачать туда полностью весь воздух, поставить кондиционер, сделать минусовую температуру и оно будет, получается, всё туда поступать. Блин, ну, не сильно, конечно, много, за вот это вот время я бы уже добыл бы с помощью бура поболее, конечно. Ну, ради прикола, ради, как говорится, интереса, можно. Так, где у нас обычный, как говорится, обычный лёд, обычная вода, где она у нас находится? Идёмте посмотрим. Так, ну, это у нас, это у нас кремний, нет, кремний нам не нужен, нам нужна обычная, обычная вода. Это, это что у нас? Это тоже кремний. Вот с этого льда, я не знаю, добывается ли вода, либо не добывается, но, по-моему, когда я закидывал, что-то кремний, да, это кремний, когда я закидывал в эту, какого, лёда дробилку, нашу, то, то, ничего и не было, вроде бы, как бы, блин, много, конечно, ресурсов, но, не так много, как бы, мне этого хотелось бы. Так, а где наша вода? Где она делась? Как она вообще выглядит? Так, жёлтым это у нас, что это, золото? Ага, понятно, золото, кислород синим, это у нас, понятно, это у нас летучие вещества, а где же наша водичка? Где наша вододулечка? Как она выглядит вообще? Каким цветом? Где наш лёд? Так, кремний, вот это да лёд, по-моему, оно? Да, вот лёд. Ага, вот такими вот синенькими кубиками, хорошо. Так, ладно, давайте его добудем. Идёмте, выключим. Вот, видите, вот, лёд, вода написана, и здесь просто лёд. Зачем вот этот лёд? Для чего он нужен? Я что-то пока мне с ней сильно разобрался. С помощью вот этой вот лёд, вода, мы, понятно, что мы воду добываем, а с помощью этого вот низкий заряд. льда, что мы будем делать, или тоже там что-то, что-то будем в дальнейшем с вами заниматься. Так, в принципе, я думаю, на этом можно такую нашу коротенькую серию и закончить. Я по большому счёту показал всё, что я хотел. Дальше нужно будет сейчас добывать ресурсы, плавить, делать стальные, наверное, каркасы, стены. Здесь я тоже понакапывал, туда и вручную всё копал. Как же это долгое нужно было. Ну, с помощью очков теперь попроще будет добывать именно то, что надо. А надо мне сейчас очень много, сейчас будет, получается, железо и угля. Так, что я пришёл? Низкий заряд, да? Низкий заряд, низкий заряд. Давайте сделаем вот так. Всё. Много нужно будет железа, угля, ага. Провалился. Я же говорил, что провалюсь. Если я что-то не взорву, то куда-то провалюсь. Так, а ну, давай, давай-ка ещё попробую поработать. Пошло? Да. Блин, ну тут не то, как кремний. Так, это шо ж ты? Ага, серебро. Серебро, серебро. А почему мне показывают, что это кремний? Либо я что-то не понимаю. А, оно разным, да, светится или нет? Оно. Ну да, серебро. Так, оно. Главное, не начни работу, потому что меня сейчас тут порубает. Так, выключить, выключить. На серебро мне так много и не надо. Я думаю, наверное, такие штуки просто нужно брать очки и то, что вам нужно включать и, к примеру, вот тут ставить и добывать себе, к примеру, газ, либо ещё что-то. Ну, как вариант. Ну, либо вручную всё копать. Конечно, ради антуража я себе оставлю эти штуки. Чисто для картинки. Ну, не знаю, буду либо ими пользоваться или не буду. Или буду вручную всё копать. Мне-то по большому счёту и хватает вот этой вот добычи ресурсов. Так, где ты находишься? Вот где. Дай-ка мне ломик. А пока мы всё, пока мы закроемся. У меня, в принципе, этих, этой добычи ресурсов хватает. Да, понятно, что это медленно. Да, что тут выпадать по 0,3 граммулечка. Ну, в принципе, пальпом, что я ещё тут я включил. Вот у меня полный ящик грязи нападало. Я себе закинул и занимаюсь своими делами, а здесь оно крутится. Так что даже, даже и не знаем. Ну, в принципе, всё. Как говорится, всем спасибо, кто досмотрел. Да, ребят, не забываем, там правила косики, комментарии. и подписки. На этом мы закончим. А следующая серия, наверное, я, не знаю, буду показывать, как я строил новую базу, либо не буду. Либо я запишу, как я буду её обустраивать, что я там буду делать. И, может, мы даже с вами вызовем торговца. А может, не вызовем торговца. Не знаю, посмотрим, разберёмся. Главное сейчас понять, в каком направлении я хочу дальше двигаться и чем тут заниматься. Потому что здесь можно построить будет, по-моему, даже ракету. Только я не знаю, с помощью этой ракеты можно ли будет улететь с Марса или нет. Блин, ну, красиво. Обожаю звёздное небо. Особенно летом. Тогда можно будет улететь на ракете или нет, я пока без понятия. Но будем разбираться. Так что всё. Всем пока-пока. И, как говорится, до потом. Всё. Мур-мур.